В Кореновске это здание называют главной стройкой последних лет. Его площадь больше четырех с половиной тысяч квадратных метров, а стоимость почти миллиард рублей. Этот новый акушерско-гинекологический корпус планируют сдать уже в следующем году. На втором этаже будут находиться палаты для посетителей. Третий этаж будет операционный блок и палата интенсивной терапии. На четырех этажах должны разместиться два отделения. План проекта показывают Вениамину Кондратьеву. На первый взгляд здание не меньше, чем основной корпус больницы. В первую очередь глава региона интересуется, насколько целесообразно в таких условиях открывать всего пару отделений и предлагает разместить здесь межрайонный перинатальный центр. Корректировка проекта была сделана в прошлом году именно на предмет начинить технологическим оборудованием хотя бы по минимуму, чтобы обеспечить все потребности двух отделений. Если здание построено по максимуму, начинить его по минимуму, но это не принимается. Вопрос только в том, что мы имеем сегодня современное, красивое здание. Вот оно должно быть или многофункциональным, или использоваться на все 100%. Просто выбросить деньги для того, чтобы это здание было в Кореновске, большие деньги, это неправильно. Это бесхозяйственность в полной степени. Поэтому если исходить из того, что сегодня оно построено по максимуму, давайте его по максимуму загрузим. Максимум давайте сделаем из него, может, как уже предложение прозвучало, межрайонный перинатальный центр. А это место рай для сладкоежек. На Кореновском молочноконсервном комбинате готовится к первой отправке кубанского мороженого в Китай. Экспортный вариант попробовал глава региона, но ничем не отличается от тех, что попадает на полки местных магазинов. На импортозамещение в районе настраиваются все отрасли сельского хозяйства. Но одной из главных проблем пока остается сбыт, особенно для мелких крестьянских хозяйств. Если те же самые огурцы или помидоры некому будет продавать, то и выращивать их тогда будут меньше. Пример оптовой закупочной базы в Кореновске – то, о чем неоднократно говорил Вениамин Кондратьев. В крае нужна сеть так называемых заготовительных пунктов, которые гарантированно покупали бы продукцию у крестьян. Можно ли сказать, что все, что производит Кубанское село или Кубанская станица, вы закупаете из овощей? То есть все равно люди ощущают, о чем мы говорили, гарантированный сбыт для себя и то, что вы гарантированно приобретете, у них выращены ими продукты. Да, все вокруг зная. Это дает им залог того, что они будут сеять, они будут собирать, они будут заниматься овощеводством. И конкретно приедут сюда и нам садут. И мы это примем. Мы об этом и говорим. То есть каким образом нам в рамках края запустить вот эту модель, этот конвейер? Если оно у вас работает и у вас конвейер срастается, то по большому счету доказывать ничего не нужно. Уже 15 лет. 15 лет. Все, о чем мы говорим, то есть надо взять и в масштабах края запускать вот этот алгоритм. Урожаем Кореновский район сегодня действительно может похвастаться. На встрече с активом Вениамин Кондратьев озвучивает некоторые цифры. По сбору зерна и подсолнечника муниципалитет в десятки лидеров. Но несмотря на то, что сельхозпроизводство – основа экономики для района, всего за год по показателям развития он опустился с первого места аж на 18-е. Как будет возвращать муниципалитет прежние позиции, Кондратьев для начала интересуется у главы. Как вы видите точки роста экономические? Вени Иванович, это, конечно же, за счет инвестиций. Это и фабрика мороженого, которая была подписана в 2012 году, и химическая промышленность Полипласт Юг, 2012 год. Модернизация Русси из ВС, птицефабрики. Это дополнительные налоги. Я думаю, что это будут десятки миллионов. Это то, что как раз нам не хватает. Район аграрный. И ставки нужно делать на сельхозпроизводство, считает руководитель края. Но не только на мегахолдинге. Прежде всего, внимание, небольшим крестьянским хозяйствам и ЛПХ. А им сегодня элементарно не хватает земли для расширения. Это просто крик души фермеров. Участки в несколько гектаров передают в аренду крупным агрокомплексам. Занимаемся мы овощеводством. Мы попросили земельный участок для расширения хозяйственной деятельности. Нам предстоит другой участок, 4 гектара, который находится между небом и землей. На него нет никаких документов, ничего нет. Я от него отказывалась. Ваш участок, он свободный или нет сегодня? Сейчас его занимает золотой колос. 15 гектаров. 12 гектаров, почему не отдали это изначально ей, если она его межевала? Идите, встречайтесь с этим холдингом, и договаривайтесь с тем, что поддать ее фермеру. Земля должна находиться там, где люди. Если в районе в течение трех месяцев ситуация не поменяется, первое, что я сделаю, я заберу весь фонд в край. Жалуются жители на проблемы в ЖКХ, плохие дороги. Не хватает в районе и детских спортивных площадок. Все эти проблемы возможны решить, уверен Кондратьев. Но при условии, что инициативу в свои руки в этом возьмет муниципалитет. Решение всех проблем, не только ваших. В муниципалитете, как и в любом ином районе, зависит от собственных доходов. Вот я об этом говорю сегодня. Надо понимать, что не просто мы должны простить деньги, мы должны их зарабатывать. И что район, что целом край – это большое предприятие. И каждый вложенный рубль из бюджета, он должен возвращаться. А отсюда будет зависеть цивилизация и социальных, и экономических программ в целом, и жизнь людей. Я реально понимаю, что жить нужно сегодня, и сегодня денег собственных, конечно, у вас не хватает. Край готов подключаться к решению практически я уверен и соответственно заявляю всех программ в муниципальных образованиях. Но, коллеги, надо тоже понимать, только по принципу финансирования. Но о проблемах не просто говорили. Их Кондратьеву старались показать наглядно. По просьбам жителей, рабочий день исполняющего обязанности губернатора продолжился еще одним объездом по небольшим станицам и хуторам. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Кореновский район. Редактор субтитров А.Семкин